КФУ учит экстренной помощи. Северная Корея и Россия. Что между ними? Казан-экспресс уходит? Отношения России и Африки обсудили в КФУ. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Елизавета Газизянова. 18 октября ректор Казанского Федерального Университета Ленар Сафин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Бразилии в России Родриго Баэна Суареса. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в научно-образовательной сфере. В ходе беседы посол подчеркнул, что данное направление деятельности является одним из приоритетных для государства и о том, что уделяется большое внимание организации эффективного взаимодействия между российскими и бразильскими университетами. Ленар Сафин, в свою очередь, отметил важность стратегического партнерства с бразильскими научно-образовательными центрами в рамках политики интернационализации КФУ. Еще 13 сентября 2023 года прошел саммит Северная Корея-Россия, где главы государства Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились и обсудили насущные вопросы и проблемы в развитии отношений между странами. 18 октября министр иностранных дел Российской Федерации отправился прямиком в Пхеньян, где он также напрямую встретился с лидером Северной Кореи. Статус отношений России и Корейской народно-демократической республики актуален как никогда, и главы стран максимально поддерживают дружескую связь между государствами. Так, 18 октября с дипломатическим визитом в столицу Северной Кореи Пхеньян прибыл Сергей Лавров. Министр иностранных дел лично поговорил с Ким Чен Ыном. Мотивом для поездки стало укрепление взаимного доверия и упрочнение дальнейшей дружбы и солидарности двух стран. Следует отметить, что состоявшаяся встреча министра иностранных дел Лаврова и руководителя Северной Кореи Кин Чен Ына, она действительно является знаковым событием в развитии международной ситуации, поскольку мы с вами понимаем, что сегодня Северная Корея является закрытым государством, находится в состоянии санкций различных международных, и поэтому руководители Северной Кореи, они в значительной степени являются не публичными людьми с точки зрения международных отношений. И если такие встречи организуются, то это говорит о высокой степени доверия руководства Северной Кореи к тем государствам, представителям тех государств, с которыми они проводят эти встречи. История взаимоотношений двух сильнейших в мире держав берет свое начало еще со времен окончания Второй мировой войны, и дружественная линия гнется до сих пор. Так, Советский Союз стал первым государством, которое признало Корейскую народно-демократическую республику как независимую страну в 1948 году. В 2023 же году Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею, а также напрямую объявила о поставке гуманитарной помощи в страну. И обсуждались вопросы, в первую очередь, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Мы понимаем, что ситуация международно-политическая там сложная. Вопрос об отношениях Северной и Южной Кореи не решается уже на протяжении длительного времени. И Россия неоднократно уже призывала к тому, чтобы были проведены взаимно выгодные переговоры по данному вопросу, и чтобы Организация Объединенных Наций выступала посредникам в этих переговорах. В Хиньяне российскую делегацию встретили со всеми почестями. В аэропорту присутствовали министр иностранных дел Корейской народно-демократической республики Чхве Сон Хи, сотрудники Министерства иностранных дел КНДР, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацигора и сотрудники посольства. Кроме того, в 2023 году будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений, что выведет уровень отношений государств на новый уровень. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз. 19 октября в стенах Казанского федерального университета стартовал 4-й международный научный форум «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». Ежегодно на мероприятие съезжаются представители органов государственной власти, ведущие ученые, эксперты и специалисты из России и зарубежья. О масштабах форума расскажет Кристина Отекина. Казанский федеральный университет уже четвертый раз становится организатором Международного научного форума «Россия-Африка», в рамках которого коллеги со всего мира обмениваются опытом в области политики, экономики, истории и культуры. В этом году на площадках форума было запланировано обсуждение широкого круга вопросов, относящихся к развитию отношений России со странами африканского континента. Программа разделена на 8 секций. Среди тематик «Африканское языкознание», «Россия-Африка. Взаимные связи в истории и современности», «Россия-Алжир», «Страны в Африке в современной системе международных отношений» и другие. Кроме того, была организована школьная секция «Язык и культура» в полилингвиальной и поликонфессиональной среде. На протяжении 10 лет складывалась и сегодня, я с уверенностью могу сказать, что сложилась уникальная достаточно научно-образовательная среда, которая позволяет нашим студентам прежде всего окунуться в мир африканских стран, узнать их со многих сторон, исследователям, которые работают в Казанском университете, которые работают вместе с нами, проводить свои научные изыскания на достаточно высоком уровне. На протяжении 10 лет в Казанском федеральном университете активно развивается направление африканистики. С 2012 года в Институте международных отношений открыто направление «Востоковедение и африканистика» и ведется подготовка по профилю языки стран Азии и Африки. Обучение предполагает сочетание классического востоковедного образования с углубленным изучением истории, религии, общественной мысли и политических процессов в странах Востока. Также студенты и преподаватели принимают участие в различных конференциях, пишут научные статьи и ежегодно проходят языковые стажировки в Египте, Марокко, Танзании, Иране и Индии, где получают соответствующие сертификаты. Также в рамках форума и десятилетия существования кафедры «Востоковедение и африканистики» в стенах Института международных отношений торжественно был открыт Центр африканских исследований, который станет площадкой для проведения семинаров, лекций и мероприятий, связанных с подготовкой студентов Института международных отношений по компетенциям африканистов-филологов, историков, международников и также изучением традиций исламской, христианской и иудейской культуры афроазиатских народов. Открытие Центра африканских исследований приурочено как раз к проведению этого большого форума. То, что мы его в четвертый раз уже проводим в Казани, это тоже говорит о признании этого форума со стороны отечественных африканистов. Они охотно принимают участие, сами нас просят проводить очередной раз, что нас не может не радовать. Ну и мы сами здесь, в Казани, конечно же, интересуемся Африкой. Надо помнить, что Казанский университет — это центр отечественного востоковедения. 200 с лишним лет назад Казанский университет для этого и был создан, чтобы здесь изучать культуры народов востока. И поэтому у Казанского университета хорошая база, хорошие традиции изучения иных культур, иных народов. Форум не только стал отличной площадкой для обмена опыта между студентами, преподавателями и ведущими учеными-африканистами и экспертами из 12 стран, но и поспособствовал укреплению взаимопонимания и сотрудничества между Африкой и Россией. Кристина Асюкина, Александр Кузнецов, Универньюс. Сеть розничных магазинов «Магнит» на днях купила крупнейший маркетплейс в республике Татарстан «Казанэкспресс». Точная сумма остается в тайне, но по некоторым данным сумма перехода известного казанского бренда составила от 12 до 13 миллиардов рублей. Что послужило причиной покупки и каковы последствия, смотрите далее в сюжете. 19 октября было подписано соглашение о передаче 100% акций маркетплейса «Казанэкспресс» в сети розничных магазинов «Магнит». Будет сделан ребрендинг. Из-за нового владельца название изменится на «Магнит Маркет», но по словам сооснователя и генерального директора «Казанэкспресс» Линара Хуснулина, никаких резких кадровых изменений не будет. Он отметил, что уже намечены планы на дальнейший год о построении совсем нового федерального маркетплейса. Планируется открытие новых точек не только в республике Татарстан, но и в других регионах России, включая Санкт-Петербург и Москву. Конечно, сделка грандиозная, сделка историческая. И здесь нет проигравших, нет выигравших. Здесь сделка для всех одинаково интересна. Конечно, когда объединяются такие игроки, мы сразу наблюдаем синергетический эффект. Поэтому, какие плюсы приобретает «Магнит»? Прежде всего, «Магнит» приобретает доступ к онлайн-рынкам. Причем безграничным. Я имею в виду в ресурсном плане. То есть, это отработанная бизнес-модель. Бизнес-модель, которая себя показала на 25% территории России. Казанский маркетплейс еще с 2022 года оставался в подвешенном состоянии. Очень показательная ситуация получилась с увеличением количества селлеров на российских маркетплейсах. Если брать в расчет исследования аналитиков сервиса «Точка маркетплейса», то у «Казанэкспресс» количество новых продавцов увеличилось только на 7,4%. Для сравнения, за этот же год у «Сбер-мегамаркета» количество продавцов увеличилось на 120%. Немаловажную роль сыграла и маленькая прибыль – всего 22 миллиарда рублей. По словам аналитиков, этого недостаточно. Ведь до этого ежегодно прибыль увеличивалась на 600%. Здесь мы имеем какие плюсы для «Казанэкспресс»? Безусловно, это выход на те регионы, которые не были охвачены. Это регионы Москвы и Санкт-Петербурга. Плюс ко всему, мы прекрасно понимаем, что это очень удачная модель для вообще выхода на федеральный уровень. Потому что для «Казанэкспресс» это была достаточно проблемная зона. И фактически это очень на руку сыграет участникам данной сделки. То же самое получает «Магнит». Что получает «Магнит»? Отработанную бизнес-модель, хорошие логистические каналы, отработанный персонал. То же самое получает «Казанэкспресс». Они получают доступ к аналитикам «Магнита», которые мы прекрасно понимаем. «Магнит» очень хорошо представлен в региональном плане. И мы, конечно, понимаем, что «Казанэкспресс» в чем минус? Это то, что убирается привязка к нашей территории. Сеть розничных магазинов «Магнит» и «Казанэкспресс» запланировали уже несколько проектов по улучшению доставки в регионах. По словам Линара Хуснулина, у «Магнита» хорошая и сплоченная команда, с которой приятно будет работать в дальнейшем над новыми проектами. Главный офис будет также находиться в республике Татарстан. В рамках форума «Спаси жизнь» в Институте фундаментальной медицины и биологии прошел мастер-класс для преподавателей. Основной темой стали навыки оказания первой медицинской и доврачебной помощи в экстренных ситуациях. О том, что такое форум «Спаси жизнь» и какие важные задачи он ставит перед собой, расскажет наш корреспондент. По данным портала Always Radio HQU, чьи эксперты проанализировали статистику британского Красного Креста и других благотворительных и медицинских организаций, только 16% людей обладают достаточными знаниями, чтобы помочь человеку в экстренной ситуации. 85% взрослых не уверены, что смогут оказать первую помощь человеку, потерявшему сознание. А вероятность того, что кто-то, обладающий навыками оказания первой помощи, действительно поможет в экстренной ситуации, составляет 1 к 20. Именно из-за подобной статистики Казанский федеральный университет проводит для учителей общеобразовательных учреждений Республики Татарстан первый казанский форум «Спаси жизнь», направленный на снижение смертности детей в образовательных учреждениях и освоение педагогическими работниками практических навыков по оказанию первой помощи. Сегодня мы планируем провести учебу по первой помощи. Данное мероприятие у нас приурочено к первому казанскому форуму «Спаси жизнь». Педагоги уже прошли первый тур, то есть видеть тестирование. Все школы Казани проходили данные тестирования, и на основе этого тестирования было отобрано 10 команд, которые уже попадают на очный этап Олимпиады. И, соответственно, для подготовки к кочному этапу мы проводим учебу, чтобы они были готовы оказать помощь при той или иной ситуации, которую мы им создадим. В рамках форума проводятся Олимпиады среди учителей города Казани. Первый тур является отборочным в виде онлайн-тестирования. Командам, прошедшим во второй тур, будет предоставлена возможность пройти обучение по программе «Оказание первой помощи» на базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета на безвозмездной основе с получением сертификата. Сохранение здоровья детей в школе является одним из важнейших приоритетов деятельности учителей. Образовательная организация – это место большого скопления людей, иными словами, школьников с различными особенностями физиологического развития и ограниченными возможностями здоровья. Нередко возникают такие ситуации, когда ученики травмируются, ухудшается их самочувствие, резко могут обостриться и хронические заболевания. Бывают и случаи, когда дети нуждаются в неотложной помощи. Именно поэтому каждый школьный учитель обязан знать, как помочь ребенку, который нуждается в помощи. Да, действительно, на этом учебном занятии мы, педагоги, присутствуем как слушатели. Однако, вернувшись в лицей, мы находимся непосредственно на линии фронта. В школах бывают самые разные ситуации, когда требуется оказать первую помощь. Поэтому, конечно, мы, преподаватели, должны быть всегда к этому готовы. Ну и, естественно, что в рамках предмета основы безопасности жизнедеятельности есть особый раздел – оказание первой помощи. Поэтому те знания, которые мы приобретаем сегодня, для нас очень актуальны. Институт фундаментальной медицины и биологии дал отличную возможность учителям различных школ и образовательных учреждений укрепить свои знания в области оказания доврачебной помощи и спасти, возможно, множество жизней. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова